Производные классы связаны со своими базовыми, то есть родительскими классами при помощи приведений. Для ссылок и указателей на объекты производного класса определены приведения к, соответственно, указателям и ссылкам на объекты базовых классов. Так, если у нас есть переменная производного класса, в нашем случае это переменная типа student, то мы можем создать ссылку базового класса, то есть ссылку на объект типа person, и проинициализировать ее ссылкой на переменную производного типа. При этом будет произведено приведение от ссылки на производный класс к ссылке на базовый класс. Аналогично мы можем создать указатель типа person, то есть указатель на объект базового класса, и проинициализировать его адресом переменной, в которой хранится значение производного класса. Надо отметить, что в данном случае будет произведено приведение от указателя на производный класс к указателю на базовый класс. А в обратную сторону такие приведения не работают, то есть нельзя взять указатель на person и автоматически перевести его к указателю на student. То есть это не работает ни для указателей, ни для ссылок. Благодаря первому приведению, благодаря приведению ссылок от производного класса к ссылкам на базовый класс, можно инициализировать объекты базового класса при помощи объектов производного класса. То есть если у нас есть значение производного класса, значение класса student, мы можем создать значение класса person и проинициализировать его значением класса student. Аналогично мы можем не только инициализировать, мы можем просто присваивать. Мы можем уже существующий переменный типа person присвоить значение типа student. При этом в это значение типа person будут скопированы соответствующие поля из объекта класса student. То есть в данном случае поля класса student, которые унаследованы от класса person, это поле name и поле age, соответствующее имя и возраст. И значение этих полей будет скопировано в соответствующий экземпляр класса person. Заметим, что поле, соответствующее имени университета, скопировано не будет. Такое поведение называется срезка. То есть мы из значения производного класса вырезаем только ту часть, которая соответствует значениям базового класса. Почему такое присваивание, ну в данном случае инициализация, работает? Дело в том, что у нас есть переведение от ссылки на производный класс к ссылке на базовый класс. Поэтому в данной строчке просто вызывается конструктор копирования для класса person, который имеет следующую сигнатуру. То есть это конструктор, который принимает в качестве единственного параметра ссылку на объект типа person. И в качестве этой ссылки на объект типа person мы туда подсовываем ссылку на объект типа student. Поэтому вызывается просто обычный конструктор копирования, который копирует поля имя и возраст, а про существование поля uni он не знает, так как этот конструктор просто конструктор из класса person, там никакого университета нет. Поэтому нужно быть очень аккуратным, когда мы пытаемся копировать значения производных классов при помощи ссылок на значения базовых классов. Продолжение следует...